Очередное плановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 13 октября. Под председателем заместителя главы Десногорска Юлии Галяковой была рассмотрена текущая эпицитуация в городе и дальнейшая реализация особых мер. На 13 октября нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 470 положительных случаев коронавируса. Из них выздоровевших 341 человек. Это данные ФМБА России. Негативная динамика вынуждает медсанчасть Атомграда оперативно реагировать на новые условия. Организация приема пациентов с температурой и забору мазков будет проводиться на базе инфекционного отделения, которое фактически готово к такой нагрузке. Маршрутизация «Рожениц» по-прежнему проходит в Рославле и Смоленск. На сегодня, значит, на утро тоже коэффициент распространенности инфекции в городе составлял 1,7. Свободный коечный фонд был 4, но сейчас, как вы слышали, уже по нолям и в минус ушли. И показатель тестирования на 100 тысяч населения 370 составил. По-прежнему распространенность коронавируса зависит от каждого горожанина в отдельности. Как-то никогда важно носить маски, пользоваться санитайзером, соблюдать личную дистанцию. Высока ответственность и работодателей, а именно их внимания к сотрудникам, которые были в отъезде. В усиленном режиме, как и ранее, работают коммунальные службы города. Уборка в местах общего пользования проводится с применением средств повышенной концентрации. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.